Добрый день уважаемые зрители, с вами доктор Константин и сегодня мы продолжаем знакомиться с точкой ВЦ6 ЦХ и ее огромное влияние и огромную помощь для нашего с вами организма. Речь сегодня пойдет о точке, которая помогает нам при полном обезвоживании всего организма, при слабости всего организма, при всех заболеваниях, которые достигли апогеи, когда человек полностью опустил руки и когда человек не знает, что делать, когда у него нет силы жить, когда у него нет сил бороться с любой заболеванием, либо любым заболеванием, которое одолело человека. Ну, бываем, мы все такие люди, что мы сразу падаем в отчаяние, в отчаяние мы начинаем, скажем так, роптать, мы не можем понять, откуда болезнь пришла, как с ней бороться, что с ней делать и здесь нам в помощь точка ВЦ6 ЦХ и, конечно же, помощь полыносигарная, прорывание точки ВЦ6 ЦХ. В моих руках полынная сигара, многие, кто занимается полыносигарным дзю, знают, что это такое, потому что джэнь-дзю терапия, джэнь – это укол, дзю – это полыносигарное прорывание купонтурных точек. И на первом месте в борьбе с любыми заболеваниями, конечно же, стоит, что воздействие на точку полынью. Почему именно точка ВЦ6 ЦХ? Ну, мы уже знаем с предыдущих видео, что точка является центром человека, что точка балансирует инь и янь, вверх и низ, правая и левая. Человек, то есть, простите, точка практически является своеобразным компасом для нашей с вами, скажем так, организма, нашего с вами здоровья. И вот когда у человека компас сбился, сбились часы его внутренние, когда человек не знает, что делать, ему надо прибегнуть к точке ВЦ6 ЦХ и длительному прогреванию с помощью полыносигарных дзю. Если вы спросите, можно ли чем-то другим прогревать купонтурную точку, я вам скажу, может и можно, но не рекомендуется. Почему? Потому что, когда мы прогреваем точку ВЦ6 ЦХ, когда мы зажигаем полыносигарную дзю, то есть полынь, здесь образуется огонь. И на расстоянии мы прогреваем точку огнем. Огонь есть информация Бога. Ничего на земле, это одно из чудес света, по сегодняшний день нам не таки не понятое. Человек пользуется всегда, с древних времен, огнем. Во всех храмах горит огонь, независимо от религии и вероисповедания. Огонь есть, скажем так, что прообраз Бога. Почему? Потому что в Библии написано, Бог есть огонь. В Библии медицины Востока написано, болезнь, которую нельзя было вылечить иглой, можно изгнать огнем. Точка ВЦ6 ЦХ является единственной точкой в акупунктуре, которую разрешено прогревать около двух часов. Но это не значит, что вы ее будете столько прогревать. Это значит, что вы должны взять во внимание, что если человек обезвожен, если организм полностью слаб, если человек потерял жизненные силы, если человек не может справиться с болезнью, если человек опустил руки в своей жизни, то можно что? Прибегнуть к прогреванию точки ВЦ6 ЦХ. Начинать надо с 10-20 минут и можно довести до 40 минут. Но не злоупотребляйте. Лучше всего прогревание точки ВЦ6 ЦХ рекомендую вам весеннее, осеннее, зимнее время, в межсезонье, летом данную точку лучше не прогревать, дабы не воспалить весь организм. И помните, что данным прогреванием точки ВЦ6 ЦХ вы лечите все заболевания. Вы восстанавливаете весь организм в целом. Спасибо за внимание. С вами был доктор Константин. И до новых встреч. Будем знакомиться дальше.